Есть разные разговоры о том, что рынок разработки, например, заканчивается. Или на рынке разработки схлапываются определенные сегменты. Выходят конструкторы сайтов, которые забирают или оттягивают на себя определенные сегменты, опять же, клиентов, которые заказывали бюджетные, например, сайты. Есть быстрые решения, которые закрывают еще соседние сегменты. Клиенты перетекают друг в друга. Есть волшебное понятие «кризис», которое может быть и в голове, но тем не менее влияет каким-то образом на рынок. Мы сейчас хотим посмотреть на сегмент так называемых средних сайтов. Что такое сегмент средних сайтов? Есть ли он? Произошло ли с ним что-нибудь? И что с ним научились делать коллеги? Я приглашаю Романа Петрова рассказать. Некоторые инсайты, которые можно подчеркнуть. Можно будет по следам твоего доклада сделать то же самое с собой? Давай. Попробуем? Попробуем. Давай. Давай. Всем привет. Меня зовут Роман Петров. И сегодня я хочу рассказать о том, куда у нас ушли средние сайты. Может быть, они у вас никуда не делись. И поговорить о том, что мы с ними делаем. Чуть-чуть о нас. Моя компания «Этиконстракт». Я являюсь директором. И мы являемся лидером партнерского списка 1С Битрикс. Уже 6 лет. Мы стараемся. У нас есть офисы в Москве и в Новосибирске. То есть мы знакомы и с московским, и с региональным рынком. У нас клиенты из всех типов бизнеса. Из малого, из среднего, из крупного. Мы стараемся распределять бюджеты, чтобы в случае проседания одного из сегментов у нас все равно были деньги в другом сегменте. У нас есть компетенция крупных внедрений. Мы умеем делать энтерпрайз. И при этом мы все равно делаем много небольших и средних проектов каждый год. Много. Ну вот, чтобы вам понимать, мы сделали за год порядка, наверное, 90 проектов. Из них 80 – это средних и небольших. Повторюсь, что вопросы можно задавать через мобильное приложение. Буду очень рад ими. И расскажу. Что такое средние сайты? Вот для нас средний сайт – это примерно вот так. То есть интернет-магазин средний – это от 200 до 750 тысяч. Средний корпоративный сайт – это 150-500. Клиент – это обязательно средний или малый бизнес, не крупный. То есть потому что даже маленький проект для крупного бизнеса – это крупный проект. И средний сайт – это от 3 до 9 месяцев работы. Скажите, у кого из вас есть такие клиенты и такие проекты? Вот у меня есть. Ага. У половины зала есть. А у остальных крупняк? Или вот так? Я когда в детстве был маленьким, мы ходили на рыбалку и рассказывали, я поймал вот такую рыбу. Все говорят, вот такую, нет, вот такую. Вот. И у нас получается вот такая штука. Мы работаем на рынке уже 11 лет. 12 с 2005 года. И когда к нам приходит клиент, мы хотим с ним работать. Мы хотим, во-первых, с ним работать долго и хорошо. Во-вторых, мы хотим, чтобы тот бюджет, который он озвучил, он действительно мог потратить на наши услуги. И еще у него возникнут потребности, мы могли их удовлетворить. Мы хотим, чтобы проект, который делается долго, делался как-то быстрее, там вот не было рисков, там менеджер уволился, деньги кончились, там переход через год, там годовое планирование, еще что-то. И, конечно, мы хотим, чтобы потом этот клиент остался у нас на поддержку и продвижение. Нормальное желание, как? Что же считаю? И вот бывают еще сайты для галочки, но чаще всего клиенты из этого сегмента уже приходят с пониманием, что им сайт нужен, чтобы решить какую-нибудь задачу. Там продажи повысить, динерский кабинет сделать, что-то еще. Они к вам приходят, и вы все равно знаете, что ваша компетенция выше, чем у заказчика. Вы больше можете ему предложить, чем заказчик может увидеть у своих конкурентов. У вас идей больше, у вас опыта больше. Но при этом все равно заказчик даже ориентируется на какие-то лидеров отрасли или в других отраслях. И когда он разговаривает с вами про сайт, какие-то вещи там, сайт должен хорошо работать на мобильных устройствах. Да, должен. А то, что это денег стоит, ну как бы про это не все вспоминают. И бюджет у клиентов все равно ограничен. И получается вот такой небольшой конфликт интересов. Или большой. С одной стороны, мы хотим работать с этим клиентом, и нам он интересен. С другой стороны, он не потянет смету. Не потянет смету, вот не на 10% она больше получается у нас, не на 20%, она там в 2 раза больше, в 3 раза больше. Потому что если мы делаем индивидуальный проект, то за индивидуальный проект надо платить. А работать бесплатно мы не хотим. Я честно попытался для конференции найти смету вот на такой средний проект, там 750 тысяч, может быть миллион там, миллион 200 я не нашел среди там обозримой перспективы, но там в нашей СРМ, чтобы она была актуальна. И я поэтому показываю вам смету на чуть-чуть больший проект, там он от 2 до 3 миллионов. И вот в этой смете от 2 до 3 миллионов у нас на проектирование, на аналитику, на дизайн, на верстку, на вот это вот все уходит 75% бюджета. Если проект еще меньше, ну там 750-500 тысяч, то на вот дизайн, на верстку, на аналитику уйдет 80% бюджета. И получается, что получается промо-сайт. Но к нам клиент, вот к нам лично, мы лидеры в разработке 1С-Битрикс, к нам лично клиент приходит не за промо-сайтом. Он приходит за технологическим решением, которое решает его бизнес-задачи. И как бы очень сложно объяснить, что то, что вот вы хотите купить за 750, стоит 3 миллиона. И поэтому у нас такой выбор. Ну у нас выбор мы сделали давно, мы работаем во всех сегментах, но у вас может быть выбор такой. Уйти в крупные проекты, ну там в интерпрайз. Кто хочет уйти в интерпрайз? Там вас не ждут, вот почему-то никто не хочет. Там мы, например, есть. Можно уйти в мелкие, это пожалуйста. Можно попробовать поднять цену в процессе работы. Почти все так делают, не со всеми работают. Есть акулы бизнеса, которые вас переплюнут в этом. Они наоборот еще снизят ее. Есть такие советы в интернете, я на них наталкивался. Ради портфолио сделайте первый проект в минус, потом вы на клиенте в течение двух-трех лет заработаете. В этом сегменте почти всегда это не работает. Бывают исключения, когда это действительно бывает, но очень часто это не работает. Клиент чувствительно к цене, он не всегда заказывает доп. работы. И самый классический вариант, который мы и применяем, это разбить проект на этапы. Как мы это делаем? Для того, чтобы это понять, расскажу, как заказчик обычно выбирает. Выбирает он по рекомендации. Это самое классное, если он к вам пришел по рекомендации, он вам уже верит. По опыту или портфолио тоже важно. По личному общению. У вас может не быть рекомендации, но вы лично его убедите. И по попаданию в его образ. Что это значит? Когда к вам приходит заказчик, у него в голове из облачков все равно как-то составлен сайт. Он его как-то видит, но когда вы начинаете уточнять, оказывается, что это реально облака. Они не стыкуются между собой. То есть вот это должно работать. А как конкретно оно должно работать? Ну вот тут человек оставляет заявку, а вот тут у нас в 1С заказ. А вот между этим что? А между этим вы сделаете что-то. И получается, что... Мы это давно выяснили, у нас даже специальная схемка есть, что мы точно знаем, что что бы ни говорил заказчик, как бы это ни было, но на начальном этапе, когда вы на предпроектном общении, на пресс-сейле, заказчик не знает точно, чего он хочет. При этом, когда вы потом сдадите ему сайт, он вам скажет, ну вот я же это вам сразу говорю, вот так вот надо было сделать. А вот еще, вот видите, вот как у интернет-магазина пчелка. Вот мы так хотели, мы с вами это проговаривали, я это упоминал в 75-м письме, и вы это не сделали. С этим ничего не поделать, с этим просто надо жить. И поэтому мы живем с этим вот так. Мы решили, что раз гора не идет к Магомеду, значит мы пойдем к горе, и если клиенты из среднего сегмента, мы не можем предложить им, например, индивидуальный проект по той цене, по которой он устраивает, значит мы предлагаем им поэтапный проект. Предлагаем мы им этот проект вот такими магическими фразами. У меня здесь была фея, кто-то ее убрал, видимо. Вот. Ну ладно. Буквально с некоторыми вариациями это скрипт продаж. Вас как будут? Юля, вот вам нужен интернет-магазин кивните мне. Но мы точно знаем, вот вы его только откроете, вы поработаете, и через полгода у вас будут новые требования. Вы там с вот этими всеми 54-м ФСС столкнетесь, и вот вам другое надо будет. А вот мы сейчас вот вложимся в разработку, у вас деньги будут полгода стоять, и мы предлагаем вам сначала наработать опыт. Смотрите, ведь прикольно, чуть-чуть заплатили там из оборота, и у вас деньги пошли, покапали, а потом мы там сделаем индивидуальный сайт, все ваши доработки. Ну потому что вот смотрите, мы сейчас смотрим вот ваших конкурентов, вот Машу смотрим, Дашу смотрим, там у них вот такие сайты, вот они красивенькие, но как они внутри работают, приводят ли они клиентов? Мы не знаем, а говорим мы о дизайне. А там же у вас склад, вот закупки, бизнес-процессы, интеграция с 1С, вы с 1С уже договорились? Нет, не договорились. И мы посоветуем, кстати. И смотрите, вот мы можем сделать индивидуальное решение, но у него и разница и в цене в 5 раз, и по срокам мы будем в 5 раз дольше делать. А вам деньги-то нужны сейчас, у вас 6 детей и муж, то есть их кормить надо. Это я шучу уже. И как бы смотрите, и вот готовое решение, вот мы его тоже индивидуализируем. Вы спрашиваете, как? Ну как, вот смотрите, вот у вас айфон, айфон и у меня айфон, у меня самсунг. И глядите, вот ваш айфон от моего же отмечается, у вас, во-первых, он в золоте, а у меня все временный, да? То есть, во-вторых, у вас чехольчик, то есть, а у меня нет. Вот видите, индивидуальный, вот у вас так же будет. Вы будете отмечаться от Маши, а ваш сайт еще будет к тому же адаптивный. Собственно, выглядит это примерно вот так. Смотрим готовые решения, ну вот из маркетплейса, да? Подбираем подходящее, то есть, там их, в общем, выбор небольшой, то есть, там их штук 15 всего. Вот. Дорабатываем и запускаем, или запускаем и дорабатываем. Развиваем и продвигаем. В итоге получается хороший сайт, в принципе, клиент доволен или недоволен, и в индивидуальном проекте так же точно, но вы можете столкнуться с рядом подводных камней, с которыми мы столкнулись. Есть партнеры Bittrex, которые там в 2010-м, в 2008-м, 2009-м были партнерами. Вот если вы помните это время, тогда продавалось так, приходит клиент, он говорит, хочу форум, форму обратной связи, интернет-магазин. Вы говорите, вот Bittrex, у него модули форум, обратная связь, интернет-магазин, там 25 тысяч. Клиент такой, ну нормально, вставим его, он говорит, а ну там как бы хочу доработать. И вот фишка в том, что готовые решения в маркете нужно продавать именно так вот, не наступая на вот эти же грабли, то есть, ну что вот там завышенных ожиданий, то есть клиенту нужно показывать то, что есть, вот прям на примере этого готового решения. Вот смотри, вот мы поставим, вот тут вот есть СКУ, ну свойства, характеристики, вот они вот так вот будут. Вот у тебя один СК, он говорит, да, один СК, это доработать надо, вот это все на ручной ввод, например. Ну то есть, вот нужно уметь работать, не создавая клиента завышенных ожиданий, потому что чудес, ну не бывает, то есть готовое решение, это готовое решение, оно классное, оно хорошее для старта, но вот оно какой-то вот правильный свой путь, да, предоставляет, то есть, как бы другой путь, это другое решение индивидуальное. В готовых решениях может быть определенная сложность изменений и доработок, то есть, может быть, где-то вы столкнетесь с тем, что вы должны сказать клиенту, ну все, вот время вышло, ты повзрослел, теперь вот тебе нельзя готовое, надо индивидуально делать, или другое давай выберем. Очень часто в маркетинговом описании, ну чуть-чуть преувеличивают, поэтому нужно продавать функции, ну то есть, самому посмотреть, да, как они работают, а не только опираясь на маркетинговое описание. И очень важный момент, вот в этом сегменте дизайн все равно важен, то есть, клиент хочет, чтобы его сайт выглядел его сайтом, да, то есть, и поэтому первый этап мы говорим клиенту, вот смотрите, вот вы купили сайт, поставили, давайте мы его наполним вашей информацией, поставьте туда ваши товары, напишите туда ваши новости, напишите туда ваши контакты, поставьте туда ваш баннер, там в конце концов, ну на слайдер, чтобы сайт стал ваш, чтобы клиент с ним сжился, да, то есть, а когда он делает что-то руками, он прикипает к нему, и как бы, и он уже говорит, я так и хотел, классно. И, собственно, вот мы считаем, что средние сайты, они не особо куда-то ушны, просто рынок изменился, жизнь изменилась, люди не готовы ждать иногда по 7-9 месяцев, чтобы сделать сайт, и делать их в лоб для нас стало невыгодно, потому что, ну вот, интернет-магазин это три адаптивных состояния, в каждом из которых до 40 страниц нужно делать, и все равно это очень большая работа. Поэтому мы делаем там 80 центов в год на готовом решении, и половина из них потом встают на поддержку, на продвижение, и за год дают нам тот же самый бюджет, что и они бы дали, ну, индивидуальным сайтам. Вот. В конце хочу добавить важный момент, что в прошлом году, ровно год назад, на зимней партнерке, я рассказывал о том, про готовые решения, но чуть-чуть в другом аспекте, как мы там их продаем, и что делаем. Если вас эта тема заинтересовала, посмотрите предыдущий доклад, ну и так подходите, буду рад пообщаться. Вот готов ответить на ваш вопрос. Большое спасибо, опять же, Роман. А у нас есть вопросы? Есть вопросы. Да, мы анонсировали приложение не зря. Пару штук и оттуда выберут. Так, какую методологию разработки используете для поэтапного внедрения? Что получает на каждом этапе в результате заказчика? Для поэтапного внедрения мы используем две технологии. Первая технология, когда клиент по чуть-чуть совсем готов платить, мы говорим, готовый комплект установка готового решения, готовый комплект интеграции с 1С, а потом тебя ждут с распростертыми объятиями в техподдержке. Платишь за время, делаем все, что скажешь. Хочешь снежок на сайте? Будет снежок на сайте. Хочешь... Снежок на сайте? Будет снежок на сайте? Да, там, не знаю, елочку, будет елочка, все. Это первая методология. Вторая методология, когда клиент говорит какие-то задачи, которые вот программ... Ну, то есть в техподдержке у нас клиент напрямую общается с разработчиком. Это люди такие не всегда коммуникабельные. Если вот нужно все-таки перевод, то мы говорим менеджер проекта, список задач, там оцениваем мини-проекты. Либо менеджер проекта, оплата по фактически затраченному времени, делаем, обсуждаем консалтинг, программирование, дизайн, тестирование, все дела, да. Любые слова из перечни. Да. Но там у нас список на пять страниц. Да. Про списки спрашивают, кстати, где достать вот эти вот примеры, сметы, там, интересно все. Из презентации. Да, ну хорошо, презентации будут. Вот эту смету отдам, да, остальные не могу. Специально на полтора миллиона или на три, да? На три, да. На три сделал, чтобы не поменьше. Хитрый какой-нибудь. А договоры там всякая, вот эта вот ерунда у нас на сайте. Как ты выбираешь решение из маркетплейса? Мы подсели на нескольких разработчиков, они висят в лидерах продаж 1S Bittrex, и в общем мы выбираем их так. Если решение для нас незнакомое, то мы смотрим на два показателя. То есть, во-первых, как оно себя ведет, ну то есть, аккуратно ли оно сделано. Если у него изо всех щелей торчат запчасти, то мы говорим клиенту, слушай, давай вот другое. Если оно сделано аккуратно, мы говорим клиенту, ну мы вот с ним не работали, но сделано аккуратно, давай проводим. И последний вопрос, который мы сегодня успеем взять. Ценообразование. Решение в маркетплейсе может стоить там 30 тысяч рублей. 40. Сколько ты, как ты вообще выставляешь клиенту ценник? Мы сделали комплекты, мы сделали под это специальный сайт. У нас несколько веб-студий его скопировало. Ну что делать? То есть, ну, раскрою секрет, опять же, заходите на наш сайт, там кнопка «Готовые сайты», посмотрите. Скачать готовый сайт IT-констракта и у себя распаковывай. Ну, типа того. Вот. Мы сделали комплект, это Bittrex, готовое решение, хостинг, домен, SSL, установка, настройка, обучение и... сюрприз. И сюрприз, да. Сюрприз не копируйте. Сюрприз не копируйте, да. Да. Ну, в общем, вот как-то так. Хорошо. Вообще открыто все, то есть, берешь, делаешь и... Прошлая презентация открыта, текущая презентация, пожалуйста, сайт... Да. Я тут, то есть, можно проходить, пообщаться, ну, все классно. Текущая презентация. Продолжение следует...